Водородный самолет обеспечит сверхдешевые перелеты. Четвероногий робот получил модуль для передвижения вплавь. Устройство Scarper за несколько секунд превратит любой велосипед в электробайк. Эти и другие темы мы обсудим прямо сейчас. Меня зовут Андрей, вы на канале InStarting новости. Досмотрите это видео до конца. Я желаю вам приятного просмотра. Поехали! Калифорнийская компания Auto Aviation объединилась с поставщиком топливных элементов Zero Aviation в разработке водородного самолета. Партнеры намерены создать сверхэкономичную версию Celera 500L, существующего бизнес-джета необычной формы, который Auto Aviation называет самым экономичным самолетом в мире. Водородный вариант этого аппарата предложит места от 6 до 19 пассажиров и запас хода на 1800 километров при небольшом топливном баке. Амбициозное заявление объяснялось формой Celera 500L. Используя обтекаемую конструкцию, инженеры Auto Aviation сократили лобовое сопротивление самолета на 59%, что привело к увеличению дальности полета и, соответственно, экономии топлива. Позднее стартап собрал полноразмерный образец и провел более 55 тестовых полетов с его участием. Все это время самолет работал на двигателе внутреннего сгорания, а затем в Auto решили усовершенствовать машину, переведя ее на водород. За помощью в решении этой задачи Auto Aviation обратился к Zero Aviation, другому стартапу из Калифорнии, который специализируется на декарбонизации авиастроения. Партнеры построят экологически чистую версию Celera 500L, которая будет летать без выбросов СО2. Затраты на такие самолеты будут в несколько раз ниже, а значит его услуги будут выгоднее как для авиакомпании, так и для их клиентов. Американская компания Onyx Industries разработала модуль для перемещения четвероногого робота Vision 60 вплавь. Модифицированный Vision 60 развивает скорость в три узла, это около 5 км в час. Onyx Industries разработала модуль с водяным реактивным двигателем, благодаря чему робот может не только преодолевать брод, но и способен перемещаться вплавь. При погружении в воду Vision 60 поднимает ноги и может плыть со скоростью до трех узлов. Модуль с водяным реактивным двигателем весит 900 грамм, если его запитать от аккумулятора робота, и 1,4 килограмма, если установить отдельный аккумулятор. Собственной батареи модуля хватит на полчаса работы. Представители Ghost Robotics отмечают, что теперь Vision 60 – первый коммерческий четвероногий робот-амфибия. Данная модель робота защищена от воды и пыли по стандарту IP67, может переносить разнообразную нагрузку массой до 10 килограмм и способен передвигаться по сложному рельефу, в том числе преодолевать неглубокие водные преграды вброд. Воздушные дроны гораздо полезнее, если они могут захватывать и переносить объекты, а также потребляют гораздо меньше энергии. Новое приспособление захвата позволяет дронам делать и то, и другое без использования электричества. Экспериментальный, механический, интеллектуальный и пассивный захват Mi-IP был разработан в Университете штата Колорадо группой под руководством доктора Циангу Джао. Данный захват устанавливается сверху или снизу беспилотника. Он включает в себя два вертикально ориентированных шарнирных пальца, которые изгибаются в обе стороны, а также прямолинейную ударную площадку, расположенную вертикально между ними. В состоянии по умолчанию Mi-IP остается открытым с разведенными пальцами. Однако, когда ударная площадка соприкасается с неподатливым объектом, она толкается как поршень, заставляя сцепленные пальцы смыкаться. Данное устройство может использоваться по-разному, как для захвата каких-либо объектов, так и для посадки дрона методом подвеса. Для посадки или подвешивания Mi-IP устанавливается сверху на дрон. Дрон начинает с того, что располагается под горизонтально ориентированным объектом, таким как стальной стержень или ветка дерева, а затем летит прямо вверх, заставляя контактную площадку прижиматься к этому объекту. Это приводит к тому, что пальцы смыкаются вокруг предмета, позволяя дрону отключить свои двигатели и повиснуть под ним. Когда дрон висит, его вес удерживает захват закрытым. Как только пришло время уходить, дрон просто слегка взлетел вверх, перенеся свой вес на Mi-IP, чтобы он открылся. Для захвата каких-либо объектов дроном Mi-IP устанавливается снизу. Данное устройство примечательно тем, что ему не требуется энергия для освобождения захвата. А также Mi-IP может удерживать более 3,5 килограммов. Еще одна новость из сферы беспилотников. Воздушный дрон Медуза развертывает подводную капсулу для сбора данных о воде. Хотя воздушные дроны могут двигаться намного быстрее, чем их подводные аналоги, они, конечно, не так хороши в сборе данных, связанных с водой. Многороторный дрон Медуза решает эту загадку, приземляясь на воду и развертывая подводную капсулу. Данный дрон дистанционно пилотируется береговым оператором. Он начинает полет с того места, где необходимо провести отбор проб. Благодаря тому, что он летает, он может достигать мест, недоступных для гидроцикла с экипажем и поддерживается за счет поплавков, прикрепленных к его шасси. Как только дрон оказывается на месте, его подводная капсула высвобождается из нижней части. Ее можно отпустить на максимальную глубину 10 метров, и она останется связанной с дроном за счет электрического кабеля. Просматривая прямую трансляцию с камеры модуля, оператор может собирать пробы воды для последующего анализа. Собственные датчики модуля дополнительно способны получать такие данные, как температура воды, кислотность и содержание микроорганизмов. Когда сбор данных завершен, дрон поднимает капсулу с помощью лебедки, сматывая кабель. Затем вся установка просто возвращается на базу. Есть надежда, что после дальнейшего развития технология может быть дополнительно использована в таких приложениях, как поиск признаков изменения климата в Арктике или для мониторинга подводной инфраструктуры, такой как трубопроводы или базы плавучих ветряных турбин. Существует несколько технических решений для превращения обычного велосипеда в электрический. В основном они сводятся к установке колеса с электроприводом взамен прежнего или к добавлению специального устройства, которое прижимается к ободу заднего колеса. Система Scarper производства одноименной британской компании несколько отличается от них, поскольку приводит в действие заднее колесо через тормозной ротор с помощью системы Disk Drive. Это первая в своем роде полностью закрытая приводная система, легко интегрируемая в обычный велосипед без изменения рамы и колес. В состав Disk Drive входит литиевая батарея емкостью 202 Вт-часов и электроника, роль которой выполняет заднее освещение. На установку и демонтаж устройства уходит не более нескольких секунд. Его вес 3,3 кг, запас хода от батареи 60 км. Время полной зарядки 2,5 часа. У европейской версии максимальная скорость при работающем устройстве до 25 км в час. У североамериканской 32 км в час. Владелец Disk Drive получает дополнительную силовую поддержку при вращении педалей в зависимости от прилагаемых усилий и характера дороги. Система Scarper должна поступить в продажу в 2023 году по цене около 1220 долларов. Я благодарю вас за просмотр. Обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте этому видео лайк и нажмите на колокольчик. Обязательно делитесь своим мнением в комментариях и подписывайтесь на все наши полезные ресурсы. Ссылки я оставил в описании. На этом я буду прощаться. С вами был Андрей, канал Инстардинг Новости. Не переключайтесь. До скорых встреч.